привет привет все энтузиасты английского меня зовут дмитрий это канал дима english это наше очередное видео для того чтобы вы расширили свой словарный запас английского причем с помощью красивейших произведений мировой литературы на английском мы с вами уже много выпусков работаем с романом джерома кей джерома трое в лодке не считая собаки потихонечку потихонечку мы уже движемся концу этого романа сейчас я беру некоторые сценки тут из главы номер 14 а всего 19 глав в этом романе в общем друзья дело такое если вы вдруг первый раз смотрите данное подобное видео вкратце скажу что мы сейчас делаем смотрите мы берем отрывок из главы такой где много динамики какого-то действия такой поинтереснее мы слушаем сначала как читает этот отрывок носитель языка он красиво читает он или она тут по-разному вот мы первый раз я вам рекомендую послушать несмотря в текст хотя текст будет на экране я буду как бы следить курсорчиком вести первый раз без текста чтобы вы на слух пусть вы мало поймете но именно первоначальное знакомство пускай будет у вас именно такое настоящее затем отмотайте видео назад чуть-чуть и еще раз послушать этот отрывок уже смотря при этом в текст затем я прочту не спеша а затем мы с вами будем переводить этот отрывок по фразам как по фразам мы будем выписывать самые интересные самые красивые новые слова во фразах наш электронный словарик что я вам могу сказать друзья если вы посмотрите данное видео подобно 45 разочков то эти слова станут навсегда вашими это уже доказано и проверено то есть так очень просто в принципе никаких таких больших усилий с вашей стороны не требуется просто расслабьтесь и получать удовольствие возьмите чашечку чая или кофе булочку или круассанчик и давайте окунемся в такие лазурные воды красивейшего английского языка окей пофилософствовал я ну что приступаем к делу мы значит да здесь я взял такой отрывочек маленький страничку буквально как собачка монморанси из этого романа первый раз своей жизни значит это он монморанси обломался с котом да то есть кот оказался круче чем монморанси думал и как кот его морально задавил сейчас мы об этом услышим и прочитаем с юмором естественно окей ну что друзья начнем с этого места such is the nature of fox terriers such is the nature of fox terriers and therefore i do not blame montmorency for his tendency to row with cats but he wished he had not given way to it that morning we were as i have said returning from a dip and halfway up the high street a cat darted out from one of the houses in front of us and began to trot across the road montmorency gave a cry of joy the cry of a stern warrior who sees his enemy given over to his hands the sort of cry cromwell might have offered when the scots came down the hill and flew after his prey his victim was a large black tom i never saw a larger cat nor a more disreputable looking cat it had lost half its tail one of its ears and a fairly appreciable proportion of its nose it was a long sinewy looking animal it had a calm contented air about it montmorency went for that poor cat at the rate of twenty miles an hour but the cat did not hurry up did not seem to have grasped the idea that its life was in danger it trotted quietly on until its would-be assassin was within a yard of it and then it turned round and sat down in the middle of the road and looked at montmorency with a gentle inquiring expression that said yes you want me montmorency does not lack pluck but there was something about the look of that cat that might have chilled the heart of the boldest dog he stopped abruptly and looked at tom neither spoke but the conversation that one can imagine was clearly as follows the cat can i do anything for you montmorency montmorency no no thanks the cat don't you mind speaking if you really want anything you know montmorency backing down the high street oh no not at all certainly don't you trouble i am afraid i made a mistake i thought i knew you sorry i disturbed you the cat not at all quite a pleasure sure you don't want anything now montmorency still backing no not at all thanks not at all very kind of you good morning the cat good morning then the cat rose and continued his trot and montmorency fitting what he calls his tail carefully into its groove came back to us and took up an unimportant position in the rear to this day if you say the word cats to montmorency he will visibly shrink and look up piteously as if to say please don't ok please don't that is the end of this excerpt вот у нас конец этого отрывочка сегодня отрывочек небольшой я специально такой нашел для вас чтобы чтобы там не было слишком много теперь друзья читаю я и приглашаю вас читать вместе со мной это очень важно я каждый раз повторяю в каждом видео по сто раз да ну такова натура как бы моя я знаю что если повторить десять раз вполне возможно тот кто не захотел сделать это с первого раза все таки вполне возможно сделает так как я понимаю что youtube как говорится более развлекательный канал чем образовательный но мои то видео все таки образовательные я хочу чтобы у вас была какая то польза от этого а не просто времяпрепровождение и вот чтобы эта польза была в десять раз больше читайте сейчас вместе со мной вслух то есть громко это идеально кричать на весь дом если никому не мешаете если мешаете то шепотом если уж совсем стесняетесь где то вы находитесь в людном месте можно губами только шевелите про себя но чтобы вы участвовали окей я думаю это понятно да не буду объяснять почему и зачем то в чем вы участвуете запоминается в пять-шесть раз лучше чем то в чем вы не участвуете а наблюдаете со стороны окей поехали читаем не спеша а such is the nature of fox terriers и 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 But he wished he had not given way to it that morning. We were, as I have said, returning from a dip, and halfway up the high street a cat darted out from one of the houses in front of us, and began to trot across the road. Menmorency gave a cry of joy, the cry of a stern warrior who sees his enemy given over to his hands. The sort of cry Cromwell might have uttered when the Scots came down the hill and flew after his prey. His victim was a large black tom. I never saw a larger cat, nor a more disreputable-looking cat. It had lost half its tail, one of its ears, and a fairly appreciable proportion of its nose. It was a long, sinewy-looking animal. It had a calm, contented air about it. Menmorency went for that poor cat at the rate of 20 miles an hour. But the cat did not hurry up, did not seem to have grasped the idea that its life was in danger. It trotted quietly on, until its would-be assassin was within a yard of it. And then it turned round, and sat down in the middle of the road, and looked at Menmorency with a gentle, inquiring expression, that said, ''Yeah, you want me?'' Menmorency did not like Plock. But there was something about the look of that cat that might have chilled the heart of the boldest dog. He stopped abruptly and looked back at Tom. Neither spoke. But the conversation that one could imagine was clearly as follows. The cat. Can I do anything for you? Menmorency. No, no, thanks. The cat. Don't you mind speaking? If you really want anything, you know. Menmorency. Backing down to High Street. Oh, no, not at all. Certainly. Don't you trouble. I... I'm afraid I've made a mistake. I thought I knew you. Sorry, I disturbed you. The cat. Not at all. Quite a pleasure. Sure, you don't want anything now? Menmorency. Still begging. Not at all, thanks. Not at all. Very kind of you. Good morning. The cat. Good morning. Then the cat rose and continued his trot. And Menmorency, fitting what he calls his tail carefully into its groove, came back to us and took up an unimportant position in the rear. To this day, if you say the word CATS to Menmorency, he will visibly shrink and look up piteously at you, as if to say, please don't. Ну вот. Такой небольшой, маленький отрывчик. Веселенький. Если вы поняли большую часть того, что здесь происходит, то наверняка вы вспомнили из жизни такие случаи. У многих из нас были кошечки, собачки и так далее. Или обои. Также мы наблюдали на улицах, как сражаются коты с собаками. И естественно в 99% случаев собаки гоняют котов по всем заборам и деревьям. Есть такие собаки, которые сожрет того кота за секунду. Но бывает такое вот исключение, когда такой матерый кот, а собачка в экстерьере она же не очень большая. Который реально может дать такой отпор. И вот именно тут психологически этот свирепый, старый, мудрый кот сломал наивного Монмаранси. Ну бывает. Ок. Ну что, друзья. Поехали переводить. Сейчас самый кайф. То есть самая сердцевина нашего урока. Сейчас мы будем переводить нашим простым, примитивным, веселым способом и выписывать эти слова в словарь. И сейчас именно вы будете узнавать новые, если они есть для вас, новые, красивые английские слова во фразах. Обязательно. Важный момент. Если вы смотрите мои видео, вы знаете, что я все делаю во фразах. Так надо, чтобы вы в пять-шесть раз быстрее, а то и в десять учили английский. Поехали. Such is the nature of fox terriers. Такова есть природа fox terriers. And therefore I do not blame Монмаранси. И, следовательно, я не виню Монмаранси. For his tendency to row with cats. За его тенденцию ругаться с котами. But he wished he had not given way to it that morning. Но. Смотрите, тут идет he wished he had not. Это так называемый subjunctive, нереальные условия, так называемые conditional tree и так далее. Смотрите, если переводить буквально, слово в слово. Но он желал бы, чтобы он не дал выход этому, типа этой тенденции в то утро. Часто вот такие предложения wish he had not, то переводят но он сожалел, типа он пожалел, что он дал выход этому в то утро. В принципе, как вы знаете, переводить, какая разница, как мы переводим. Главное, чтобы вы понимали, что это такое. Давайте оставим попримитивно, как но он желал бы, типа как бы он хотел, чтобы он не дал выход этому своему желанию, коту уничтожительному в то утро. Так. Что мы можем отсюда с вами взять? Все тут фразы и словосочетания красивые. To row with cats. I do not blame enmorency. Возьмем аж вот это вот целое. Окей. I do not blame enmorency. Blame. Обвинять. Обвините, обвинять. Monmorency, monmorency, по-разному читают это имя. Monmorency, monmorency, monmorency. Это нас не волнует. I do not blame enmorency. Я услышал когда-то, первый раз именно красиво носитель читал, monmorency. Так красиво звучит, чем monmorency. For his tendency. Тенденция. Его тенденция. Ну вот, если вы так читаете, интуитивно все-таки, как-то его тенденция, его склонность. То есть в данном случае слово тенденция может на русском означать склонность. To row. Интересное слово. Шумно ругаться, буянить и так далее. В данном случае ругаться с котами. Шуметь, ругаться. Шумно ругаться. To row with cats. Повторяем про себя громко лишь шепотом. Blame, blame, blame. Tendency, tendency, tendency. Row, row, row. Чем громче, тем лучше. Однозначно. У меня была гениальнейшая учительница Ольга Дмитриевна Царство Небесное. То она всегда нас поощряла, не заставляла, поощряла громко. Английский любит громко. Ну, когда вы уже профессионал в английском будете, тогда в принципе можно и не громко. Тогда можно вообще про себя. Все равно вы уже знаете, у кого есть, тому приложится. А если вы более-менее начинающий и так далее, старайтесь громко, чтобы речевые органы реально в этом задействовались. И мозг тогда лучше, так как вы громко, значит вы напрягаетесь, вы делаете усилия. Значит мозг запоминает лучше то, чем вы делаете усилия. Окей. But he wished he had not given way to it that morning. Наверное, не будем эту длинную фразу выписывать, потому что здесь таких-то особо слов нету. Но сама фраза. He wished he had not. Хотя... Давайте. Нам не жалко. За бумагу мы не платим. У нас бумага электронная. Смотрите. Вот эта конструкция. Wished he had not given. Ну и дальше там неважно уже что. Смотрите. Wish первая запчасть от этого нереального условия. Это чисто такая специфическая фраза. Например. I wish I was rich. О, как бы я хотел быть богатым. Да. Но вот по-настоящему ее значение передается типа Ох, как жалко, что я не богатый. I wish I was rich. Там. I wish I had that girl. О, как бы я хотел, чтобы у меня была эта девушка. Да. Вот. Или там. О, как жаль. Какая жалость, что у меня нет такой девушки. Ну и так далее. Так и здесь. He wished. Просто это в прошедшем времени. И мы все сдвигаем на одно время назад. He wished he had not given way. Окей. Как он хотел бы, чтобы он не дал выход этому, этой тенденции в то утро. Или как он сожалел о том, что он дал выход этой тенденции. Окей. Я думаю, лучше примитивно запоминать, чтобы у вас не сбивалось русский, как бы английский не сбивал в данном случае. We were, as I said, returning from a dip. Мы, как я сказал, возвращались. Смотрите. We were returning, past, continuous, from a dip. Дип нырок какой-то. Ну, купались он имел в виду. We were returning from a dip. And halfway up the high street. На полпути. Up the high street. Это имеется в виду. Прошли пол high street, грубо говоря. A cat darted out from one of the houses in front of us. Кот. Значит, кошак. Darted out. Выдернулся. То есть, бросился откуда-то. From one. От одного из домов перед нами. Dart. Это быстро бросаться. Метнуться. От этого вот этот спорт такой оригинальный. Дартс. Дартс. Вот эти дротики. То есть, дарт – это как дротик бросить вроде. А cat darted out. Давайте возьмем коту-фея. Дартс. Ну, здесь ключевое dart out – это просто предлог. Метнулся. Тюф. Кот метнулся от одного из домов перед нами. Ну, если вдруг вы забыли. In front of us – перед нами. Напротив нас. Перед нами. Тут уже по ситуации. Ну, в любом случае ни сзади, ни сбоку. In front of – спереди нас. Darted out. Бросился. And began to trot across the road. И начал трот – это такая походочка семенить. Вот классно подходит. И начал семенить через дорожку. Давайте возьмем семенить. Такой опытный мудрый котофей себе семенил через дорожку. Trot. Began to trot – начал семенить. Через дорогу. Совершал пешеходный переход дороги. Began to trot across the road. Manmorency gave a cry of joy. Manmorency, типа, дал крик восторга, радости. Т.е. Manmorency выдал крик радости. The cry of a stern warrior. Крик жесткого такого, stern, жесткого воина. Who sees his enemy giving over to his hands. Который видит своего врага, как бы преданного в его руки. Given over – переданного. Ну, переданного, как можно врага передать, да. В общем, который в его руках. Given over. The cry of a stern warrior. Крик stern – жесткий такой. Stern – суровый, жесткий. Крик жесткого воина. Warrior. Кстати, вдруг вы забыли. Воин. От слова war – война воевает, да? Ну, условно так. Warrior – воин. Тот, кто энергично воюет. Stern – жесткий. Who sees his enemy giving over to his hands. Ну, давайте это тоже возьмем. У нас сегодня не такой уж длинный отрывок, поэтому можно побольше брать фразок. Enemy – враг. Enemy – классическое слово такое. Есть и другие синонимы всякие. Foe – значит, enemy. Ну, opponent – это понятно. Так, еще. Ну, rival – соперник. Ну, в общем. Enemy – самый такой враг. Given over to his hands. Given over – переданный, ну, можно сказать, свыше, что ли. Преданный его рукам. To his hands. The sort of cry Cromwell might have uttered. Sort, типа, вид такого крика, который Cromwell might have мог вымолвить, когда скоты и эти шотландцы came down the hill, спускались по холму, and flew after his prey, и полетел за своей жертвой. В принципе, здесь такая структура предложений пока простенькая очень. Нет ничего такого навороченного нету. Давайте вот это вот. The sort of cry Cromwell might have uttered. Might have uttered. Это тоже из нереального условия такого… Как вам сказать? Я даже не помню, можно его отнести к subjunctive или нет. Might have uttered. В общем, might – это мог бы. Ну, условно так скажем. Might have uttered. Utter – промолвить, вымолвить, произнести. Utter. To utter a word – вымолвить слово. А он тут вымолвил крик. Sort – вид, sort – такой сорт крика, который Cromwell, наверное, мог бы выкрикнуть. Utter. Uttered. When the scot stuck. And flew after his prey. И полетел за своей добычей. Давайте возьмем из слова добыча. Pray. Не путайте с pray – молиться. Там пишется a буковка в середине. То есть, как бы, prau – это молитва молиться. А pray – это добыча. Flew – полетел. Fly, flew, flown. Pray – добыча. То есть, вы можете, если надо перевести. Как вы перевести? Бросился, ринулся, кинулся. Но вообще-то fly, flew, flown – ближе к русскому пониманию лететь. Раз ближе к нам лететь, значит, он полетел за добычей. Пускай летает. Thanks. His victim was a large black tom. Его жертвой был большой черный, значит, том. Такой кошак. Ну, потому что том – это… никто же не знает, как его зовут. А том – это такой котофей кошак. В общем, у нас, как говорят обычно, даже не знаю. Васька. Васька Рыжик. Ну, в общем, Васька. Котофей Иванович, в общем. Давайте возьмем. His victim – это слово victim. И том, тоже запомните, что это не только имя мальчика, а также victim – жертва. Классическое слово такое самое, самое, как вам сказать, стилистически общее такое, размытое. Ну, в общем, короче. victim – жертва. Tom – кошак. Надо нам чуть-чуть юмора добавить. Кошак – котофей. Его жертвой был большой черный том. I never saw a larger cat. Я никогда не видел большего кота по размерам. Nor a more disreputable looking cat. А также и не видел более disreputable, так низковыглядящего кота, то есть reputable, reputation – репутация, да? Disreputable – без репутации, то есть, как это сказать, низкосортно, низкопробно, недостойно выглядящего кота. Ну, в общем, такой, вы знаете, весь избитый, перемотанный, там и страшный. Так, нам из-за этого надо взять. И придется взять аж целое предложение, потому что если мы возьмем одну фразу, она будет слишком оторвана. I never saw. Вас наверняка в школе обычно приучают, что нужно говорить I have never seen. Если у нас never, то надо ставить только present perfect. Ну, видите, Джером и Джером, и эти Конан и Дойли, и всякие другие, именно это было глубоко фиолетово, и поэтому есть второй вариант. Говорим never и past simple. I never saw a larger cat, no more disreputable, то есть, без репутации, то есть, переведите сами, друзья, я не знаю, как это сказать. Когда я сосредотачиваюсь на английском, у меня русские слова вообще вылетают из головы. Главное, чтобы вы понимали, что это такое. Вы же, если будете общаться с зарубежными товарищами, вы же не будете им озвучивать русский красиво, а потом на английском. Вы будете говорить английском. Вот вам нужно просто запомнить слово disreputable looking cat. Такой позорно выглядящий код. Низковыглядящий код. Не, ну это не очень, да? Как еще код может выглядеть? Побитый такой, изношенный. Ну, в общем, все в одном. Disreputable. It had lost half its tail. Он потерял. Past perfect, потому что он до того потерял, как его увидели, а у нас все в прошлом, поэтому половину своего хвоста. Молодец. One of its ears. Одно из его ушей. Как он еще глаз не потерял. And a fairly appreciable proportion of its nose. Красиво. И довольно значительную пропорцию своего носа. То есть, довольно значительную часть, заметную, впечатляющую часть своего носика. Берем. Как же нам без этого? Appreciable. От слова appreciate. Ценить. Значит оказывать цены. Значит значение. То есть значительный. Невозможно, думаю, перевести одним словом так точно-точно, в 100% попасть. Ну, так давайте будет он значительный. Proportion. Пропорция. Типа часть. Носик. И у нас еще fairly тут. Fairly. Как бы довольно. Вот переводят в данном случае на русский. Довольно. Не в смысле, что я довольно булочек наелся. Довольно. Типа значительно. Значительно-значительные. Довольно. Быстрый. Довольно. Умный. Довольно. Крутой. И так далее. Fairly appreciable proportion. Довольно значительную пропорцию носика. Appreciable. Appreciable. It was a long, sinewy looking animal. Красивое слово sinewy. Это было длинное. Такое жилисто выглядящее животное. Берем. Синевый. Это такой жилисто крепкий. Ну, как у нас говорят. Жилистый. Вот такой. То есть не жирный кот, а такой. Синевый. Как sinewy. Синевый arm. Жилистая рука мужская. Синевый. Длинное, жилистое животное. It had a calm, contented ear about it. Оно. Это животное имело спокойный, удовлетворенный вид. About it. Как бы вокруг себя, о себя, про себя. В общем, это вообще не переводим. Оно имело спокойный, довольный вид. Contented. Довольный. Contented. Calm. Спокойный. Air, кстати. Вид. Вид. Не только воздуха. Air. Вид. Внешний вид. It had a calm, contented ear about it. Такой вот понтовый котофей. Так. Manmorency went for that poor cat at the rate of 20 miles an hour. Manmorency пошел за этим котом, то есть побежал за этим бедным котиком со скоростью, тут rate, 20 миль в час. Ну, то есть это 30 с чем-то километров в час, то есть довольно быстро. But the cat did not hurry up. Но кот не спешил. Did not seem to have grasped the idea. Типа он не казался, ну тут невозможно напрямую перевести, не казалось, что он уловил, осознал идею, что его жизнь была в опасности. Давайте. Did not seem to. По частям я его возьму. Так. Did not seem to have grasped the idea. To grasp. Хватать. Или физически хватать руками что-то. Или в данном случае хватать идею. То есть осознать идею, понять идею. See им казаться. Вот они могут так сказать. Кот не казался ухватить идею. То есть абсолютно не видно было, чтобы он осознал. Grasp the idea. That its life was in danger. Что его жизнь была в опасности. Danger. Опасность. It trotted quietly on. Он семенил quietly. Тихонько дальше. Until it would be assassin. Ассасин. Пока его would be. Типа такой перспективный. То есть потенциальный. Который был бы вот скоро уже. Ассасин. То есть убийца. Was within a yard of it. Был за yard от него. Так. Until it would be assassin. What's within a yard of it. Так. Would be assassin. Профессиональный убийца. Ассасин. Так его иногда переводят. Ассасин. И кучу игр сделали там для подростков с таким названием. Assassin. Creed. И так далее. Would be. Был бы. Пока. Until. Был бы. Убийца. Уже был. В. 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 Развернулся и обернулся. And sat down in the middle of the road. И сел, уселся посередине дороги. And looked at Manmorency. И глянул, посмотрел на Manmorency. With a gentle, снежным, таким inquiring, вопрошающим выражением, которое говорило. Так. Ну давайте вот это целое возьмем. Экспрессион. Gentle, нежный. Gentle, gentle. Inquiring, такой вопрошающий. От слова inquire, спрашивать, вопрошать. Вопрошающий, экспрессион, экспрессия, выражение, мордочки. И посмотрел на Manmorency с нежным, вопрошающим выражением. Gentle, inquiring. Inquiring. Которая говорила. Yes, you want me? But да, вы хотели меня? То есть да, вы хотели обратиться ко мне? Вы меня искали. Manmorency does not like pluck. Монморранси не lack. Это у нас так одним словом не скажешь. У нас как бы не хватать. Pluck. Мужество. То есть в Монморранси не занимать мужество. А это глагол. Lack. Нуждаться, когда чего-то не хватает. У нас одним словом не скажешь. Так, а у них... Мономарранси не нуждается. Не испытывает недостаток. Pluck. Мужество. Одно из значений. Pluck. Мономарранси не занимать мужество. Но было что-то насчет как бы выражения, look, взгляда того кота, that might have chilled the heart of the boldest dog, которое бы типа могло охладить сердце самой смелой собаки. The look of that cat that might have chilled, might have chilled, который бы мог охладить, chill, охладить, холодок пустить в сердце, heart of the boldest, самый смелый. Bold, bolder, the boldest. Смелый, смелее, самый смелый. Суффикс EST, EST, ну или окончание, можете считать, без разницы. Это окончание прилагательных, как там эта форма, она в степени. Позитивных, это сравнительные, превосходные, да. То есть самый-самый. Вот у нас тут самый смелый собак. The look, взгляд. Взгляд того кота, который мог бы охладить, пустить кладок в сердечко самого смелого пса. Тут might, вот это нереальное условие, еще и прошедшее подчеркивается время, поэтому might и present perfect берется. He stopped abruptly and looked back at Tom. Он остановился резко и посмотрел, ну типа в ответ на Тома. He stopped abruptly and looked back. Abruptly, резко. Looked back. Ну типа посмотрел назад, типа так оно по-нашему звучит, да посмотрел в ответ, то есть и взглянул в ответ на Тома. Abrupt, резкий. Abruptly, резко. Neither spoke. Ни один из них, neither, одним словом, не говорил. То есть типа видите, ни один из них говорил. Английский не любит двух отрицаний подряд. На русском мы говорим, ни один из них не говорил. У нас два отрицания. Ни, не. В английском надо или спереди, вот это не, или вторая позиция. То есть две не надо. То есть не надо говорить, neither of them did not speak. Можете так сказать, вас поймут, все такое, но это будет не очень грамотно. Neither spoke. Ни один не говорил. Давайте возьмем специфическое. Можно было бы, neither animal spoke. Ни одно животное не говорило ни то, ни то. Но здесь neither может в английском быть как ни тот, ни тот, как существительное. Neither spoke. Ни один из них не говорил. But the conversation that one could imagine was clearly as follows. Но беседа, которую кто-то мог бы себе вообразить, была ясна as follows, как следует ниже. Была ясна вот такой. Ну ладно. Conversation. Беседа. Conversation. Was clearly as follows. Как следует дальше. Ой. Не хочет она выделяться, но и ладно. As follows. Как следует. Как идет дальше. The cat. Can I do anything for you? Кот. Я могу что-то сделать для вас. То есть чем могу быть полезен? Can I do anything for you? One more answer. No, no, thanks. Да нет, нет. Спасибо. The cat. Don't you mind speaking if you really want anything, you know? Ну, типа, don't you mind, ну как, не беспокойтесь, типа, говорите. Да ладно, типа, не приезжайте, говорите. If you really want anything. Если вы вам действительно, вы хотите что-то, you know, типа, знаете ли, ну, то есть, да че там, если что-то надо, вы говорите, не стесняйтесь. If you really want anything, you know? Монморанси. Backing down the high school. Монморанси, отходя как бы задом, назад по улице. Oh, no, not at all. Certainly don't you trouble. О, нет, 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 конечно, не беспокойтесь. Don't you trouble. Certainly, конечно. I am afraid I've made a mistake. Я боюсь, я сделал ошибку. I thought I knew you. Я думал, что я знаю вас. То есть, ну, я вас перепутал. Sorry, I disturbed you. Прошу прощения, извините за то, что я побеспокоил вас. Давайте возьмем sorry I disturbed you из-за глагола disturb. Sorry, I disturbed you. Disturb. Волновать, тревожить, беспокоить. Disturb. Sorry, I disturbed you. Простите за то, что ты беспокоил. The cat. Not at all. Вовсе нет. Quite a pleasure. Типа, ну, если буквально довольное удовольствие. То есть, да вовсе нет. Я всегда с удовольствием. Всегда пожалуйста. Quite a pleasure. Sure, you don't want anything now. Вы точно, типа, точно вы ничего не хотите, а? Sure, you don't want anything now. One morning, still begging. One morning, все еще пятясь попой. Still begging. Not at all, thanks. Not at all. Very kind of you. Да не-не-не, спасибо. Вовсе нет, нет. Это очень любезно с вашей стороны. Good morning. Типа, всего хорошего. The cat. Good morning. Всего хорошего. Then the cat rose. Потом кот поднялся. And continued his trot. И продолжил свое семенение. Да, свою походку эту. And when Morancy. Тут красиво сейчас быть. Это Монморанси. Fitting what he calls his tail. Вставляя, ну как бы аккуратно, приставляя то, что он называет своим хвостом. Carefully, аккуратненько вы его хвосток. Канавку. Ну, это углубление между задних лап. Came back to us. Вернулся к нам назад. Fitting what he calls his tail. Carefully into its groove. Прикольно. Fitting. Приставлять, примерять. Вот, чтобы пошло вставлять и так далее. Прикладывать. Короче, прикладывая то, что он называет своим хвостом аккуратненько в его канавку. То есть углубление. То есть хвост поджал до предела. Groove. Канавка. Fit. Так, подставлять, вставлять, прикладывать. Fit. Прижав свой хвостик между ног. Came back to us. Вернулся к нам. And took up an unimportant position in the rear. И занял такую неважную позицию сзади. То есть, в общем, сзади. Там пристроился тихонько, чтобы его не видно было. Давайте возьмем. Rear. Вполне возможно, вы еще не знаете, что rear – это задняя часть. То есть не только back. I rear. Took up. Занял. In the rear – сзади. Rear. Задний. Все, что rear – это сзади. Ну, есть глаголы всякие rear там. Это не сзади. Ну, сейчас нам хватит с вами rear – задний. И занял такое неприметное местечко сзади. Позади нас. In the rear. To this day, до этого дня, if you say the word cats, если вы скажете слово кошаки, he will visibly shrink. Он визуально передернется из кукушицы. And look up pitiously at you. И посмотрит вверх с сожалением на вас. Как будто, чтобы сказать, пожалуйста, не надо. Так. He will visibly shrink and look up pitiously at you. Visibly shrink – ужиматься, скукоживаться. Вот такое вот. Пит, если с сожалением. От слова pity. От слова pity. Пит, если с сожалением. Как бы жалко. Visibly – визуально. То есть он визуально ощутимо передернется, содрогнется. И посмотрит вверх с сожалением на вас. As if to say. Как будто для того, чтобы сказать. As if to say. Пожалуйста, не надо. Окей, друзья. Мы немножко почитали, послушали. Напоминаю вам, посмотрите это видео несколько раз. Послушайте языконосители несколько раз. Послушайте меня. Сами почитайте. И вы обогатите свой английский парочкой десятков классных, таких аппетитных фраз. Красивых. Я вам желаю красивого английского. Поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте мне лайк. Подписывайтесь на канал. Давайте расти в нашем английском месте. Я вас люблю. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok